Всем привет! Мы решили создать рубрику на своем канале «Ответы на вопросы». Сначала мы не планировали это делать, потому что вопросы поступали в комментарии, мы на них отвечали прямо в комментариях под видео, но постепенно стали вопросы поступать и на почту, и в личку, в Телеграм, ватсап. И вопросов накопилось так много, что просто мы не успеваем отвечать всем вовремя, и поэтому решили записывать видео на эту тему, то есть собирать группы вопросов и освещать их в видео. И таких видео будет у нас сейчас несколько, и дальше уже по мере накопления вопросов мы будем периодически выпускать темы с этой рубрикой. И сегодня в видео мы ответим на самые частые вопросы, касаемые ВНЖ в Турции. Заполнение анкеты, прописки, аренды квартиры и разные необходимые документации для получения ВНЖ. И до начала обсуждения всех ваших вопросов ответим на самый первый вопрос. Откуда вы берете эти ответы? Все ответы мы даем не из своей головы, все ответы из официальных ресурсов Турции. На каждый ваш вопрос мы отыскиваем ответ на официальных сайтов разных управлений в Турции, а также руководствуемся собственным опытом, когда вопросы не касаются какого-то закона, например. Вы на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. Погнали! Про дату подачи на ВНЖ в Турции. Первый вопрос. Когда лучше подавать на ВНЖ в Турции? Ну, выгоднее всего подавать на ВНЖ к концу легального срока пребывания в стране. То есть недели за две до его окончания. Но не в последний день. Так как этот момент может быть рассмотрен чиновниками не в вашу пользу. Вас могут принять за гипотетического нарушителя сроков. Так как вы все откладываете на последний день, не учитывая нестандартных и неожиданных ситуаций. Кто-то скажет, что за бред такой вы несете? Какая разница, последний день или две недели до окончания срока легального пребывания? Ну, можете верить или можете рисковать. Но здесь при одобрении ВНЖ учитывается каждая мельчайшая деталь. Так как президентов на ВНЖ огромное количество. И в такой ситуации одобряют ВНЖ только самым благонадежным. Следующий вопрос. Почему не стоит подаваться на ВНЖ в последний легальный день пребывания в стране? Ну, хотя бы потому, что система, где вы заполняете анкету, может просто глючить из-за нагрузки. И на заполнение анкеты может уйти не один день. Это тривиальный момент, который тоже следует учесть. Важная деталь, которую не все учитывают. Если вы хотите податься к концу вашего легального срока пребывания, лишь потому, что квартира снята на 6 месяцев, и боитесь, что могут не одобрить ВНЖ, и деньги за квартиру вам не вернут, а так типа 2 месяца прожил, а потом выехал, въехал, еще плюс 30 дней получил, а потом подал на ВНЖ, а рассмотрение происходит в течение 90 дней, то есть 3 месяца, так и проживешь все 6 месяцев без страха потери денег. Спешим вас огорчить. Такая махинация не прокатит, так как ВНЖ отобряет лишь на тот срок, на который арендована квартира. Приведем пример, чтобы было ясно, о чем речь. Например, снята квартира по прибытию, ну, допустим, с 1 ноября на 6 месяцев до 1 мая. Оплачен сразу весь срок за 6 месяцев. И в страхе получения отказа ВНЖ и потери денег за уже уплаченную квартиру, решайте подавать заявку на ВНЖ в конце 3 месяца пребывания, с расчетом на то, что заявка будет рассматриваться в течение 3 месяцев, как положено по закону Турции. Таким образом, рассчитывая выиграть и срок пребывания в течение 6 месяцев и сохранить уже внесенные деньги за 6 месяцев в квартиры. Таким образом, заявку подаете, например, в конце февраля. Ну, раз вы подаете на ВНЖ, значит, желаете одобрения ВНЖ. И в случае одобрения срок ВНЖ, который вы получаете, это лишь до 1 мая, который указан в договоре аренды. И возникает нестандартная ситуация, которую решить уже сложнее. На момент получения ВНЖ в лучшем случае вам уже будет необходимо подавать на продление, если сами пластиковые карточки еще успеют прийти к этому времени. Либо, что еще хуже, получаете ВНЖ с уже заканчивающимся сроком через несколько дней. И в этом случае подавать на продление вы уже точно не успеваете, так как ни коммуналку на себя еще не подключили, а значит и прописаться без этого никак не смогли. Итогом движения средств по карте Турецкого банка у вас нет. Не, скорее всего, даже необходимой суммы на счету, требуемой для продления, тоже нет. Там что-то непонятное, определенно непонятно. Мораль такой истории такова, что учесть абсолютно все моменты в этом процессе и остаться в выигрыше везде не получится. Вы в любом случае какие-то деньги потратите зря. Так бывает. Поэтому расставляйте приоритеты, что вы больше хотите. Получить ВНЖ или сохранить всю свою сумму. Следующий вопрос. Что делать, чтобы не потерять деньги за уплаченную аренду квартиры в случае отказа от ВНЖ? Но здесь все довольно-таки просто. Прописать эту деталь в контракте, что в случае отказа от ВНЖ собственник обязуется вернуть средства за непрожитые месяцы. А че так можно было, что ли? Далее, про прописку. И вопрос. Когда лучше делать прописку после получения ВНЖ? Сроки на это не установлены. Главное, чтобы на момент подачи документов для продления ВНЖ прописка у вас уже была. Так, и далее идет вопрос. Если я переехал в другую квартиру, то сколько времени у меня есть на перепрописку? И что будет, если я этого не сделаю? Ну, если вы переехали на другую квартиру, то срок перепрописки определяется 21 днем. Иначе вам выставят штраф в размере 120 лир. Про заполнение анкеты. Здесь у нас вопрос. Если я не один, а с девушкой, то анкету заполнять на каждого человека? А как тогда записаться на рандеву вместе? Но здесь тоже все несложно. Если вы не один, а с семьей, например, муж, жена, дети, бойфренд, герлфренд, то каждый заполняет анкету-заявку на себя отдельно. Сначала один заполняет и, доходя до пункта записи на рандеву, оставляет анкету. На этом пункте номер заявки будет уже присвоен. Потом следующий заполняет на себя и, дойдя до пункта записи на рандеву, выбирает, там есть пункт такой, хочу записать на прием несколько лиц. И ниже в графу каид номер писать номер заявки вашего члена семьи и нажать кнопку добавить. В табличке ниже появятся данные вашего члена семьи. И таким образом, дата и время рандеву будут назначены сразу всем членам семьи одна. Замечательно. Поразительно. Гениально. Так, следующий вопрос. А что указывать в графе семейное положение, если мы приехали вместе, живем вместе, но не в браке? В таком случае указывать необходимо, проживаем совместно или в браке. Так как свидетельство о браке для оформления ВНЖ двум иностранцам не требуется. Вас все равно никто не будет рассматривать, как семейную пару на семейное ВНЖ. И вытекающий из этого вопрос, что такое семейное ВНЖ в Турции? Можем ли мы с женой подаваться на семейное ВНЖ? Мы, кстати, этим вопросом задавали слово, когда сюда ехали. Мы до этого форсили разную информацию в разных других странах, где действительно, если один из супругов получает ВНЖ, то второй автоматически уже идет следом и получает тоже ВНЖ на основании своего супруга. Но в Турции это не так. И этим фактом мы сначала тоже были удивлены. Семейное ВНЖ в Турции – это когда один из иностранцев состоит в браке с гражданином Турции. Или когда один из супругов уже легализован и имеет разрешение на работу. Во всех остальных случаях семейное ВНЖ оформлено быть не может. То есть, если вы оба иностранца приехали в страну, будучи в браке, и предполагаете, что вам положено семейное ВНЖ, то нет, не положено. Здесь ваши документы будут рассматривать отдельно каждому и одобрять или не одобрять ВНЖ будут каждому индивидуально. Поэтому и причиной ВНЖ в этом случае может быть лишь туристический вид на жительство на основе аренды квартиры или покупки недвижимости. Единственный момент, что может быть учтено, если вы укажете в анкете, что проживаете вместе, тогда есть высокая вероятность, что если одобрят одному члену семьи, то одобрят и другому. Ценные сведения. Так, следующий вопрос из раздела заполнения анкеты. Как правильно указать дату начала запрашиваемого ВНЖ? Ну, здесь тоже все просто. В графе «Запрашиваемая дата начала» необходимо указывать дату на один день раньше начало действия медицинской страховки. Все. Какой срок ВНЖ запрашивать при заполнении анкеты? При первичном ВНЖ запрашивать тот срок, на который заключен контракт аренды квартиры. При продлении ВНЖ тот срок, на который у вас денег на счету в турецком банке, исходя из минимальной зарплатной платы в Турции. Например, в 2022 году эта сумма равняется 5500 лир в месяц. Ну и, естественно, страховка должна покрывать весь у вас запрашиваемый срок. Об оплате госпошлины. В этом разделе пока поступил один вопрос. Если я оплатил госпошлину после рандеву, нужно ли приносить квитанцию в ГЕЧ? Если вы оплатили госпошлину уже после рандеву, то квитанцию об оплате приносить в ГЕЧ, в котором у вас проходило рандеву, обязательно в течение 30 дней. Без наличия в папке всех необходимых по списку документов, ее, ну то есть вашу папку, никто в Анкару на рассмотрение не отправит. Никто не будет залезать в базу данных и выискивать там, была ли проведена оплата или не была. А так как процесс этот поставлен на поток, и местные чиновники не отклоняются от привычной схемы, то этого никто делать и не будет. Если вы в течение 30 дней не донесете недостающих документов, вашу заявку просто аннулируют, и придется все делать заново. Так что квитанцию об оплате приносить нужно. Да, да, не удивляйтесь. На сегодня мы решили закончить с ответами на ваши вопросы, чтобы не перегружать вас, наши подписчики. Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ответ на волнующий вас вопрос в следующем видео. Поставьте палец вверх, если видео оказалось полезным. Письма, вопросы, предложения пишите в комментариях и на почту. Адрес почты найдете в описании под видео. А также в описании найдете наш сайт, куда можете обратиться за помощью аренды квартиры, покупки квартиры или помощи в сопровождении подачи документов на ВНЖ. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией Суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. Огнили-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!